Приветствую вас, Татьяна. Я думаю, что у вашей ситуации есть как минимум две страны. Первая страна – это страна взятия ответственности, личной ответственностью за то, как вам это все видится, за то, какое решение вы хотите принять за свои требования, за притязания, за свою позицию. То есть, условно говоря, если вы считаете, что родители вашего мужа слишком много проводят времени с вашим ребенком, перетягивают одеяло на себя, то вы можете взять личную ответственность и всеми силами продвигать свой интерес. Обозначить четкие границы и не допускать их нарушения любой ценой. Потому что, например, обида мужа в данном контексте, в данном контексте только, является, ну, своего рода манипуляцией. Человек не решает проблему, да, просто обижаться. У данной стороны есть как плюс, так и минус. Плюс в том, что вы, в общем-то, следуете тому, что чувствуете, действуете как чувствуете, защищаете свои интересы и так далее. Минус в том, что вы можете существенно изменить свое окружение. Вы можете настроить против себя людей, в том числе своего мужа. Но, в конце концов, вы можете вести ситуацию до развода тоже. Здесь решать только вам. Следующий момент, другая сторона, заключается в том, что вам кажется. То есть, ключевой момент в том, что вам кажется, вы не уверены, вам так видится. И здесь есть один момент. Когда я говорил про первую сторону и про продвижение вами своих интересов, предполагалось, что вы не чувствуете, что вас эта ситуация в целом задевает. То есть, не то, чтобы вам было неприятно. Вы считаете, что, ну, так нельзя. Что не может объективно бабушка проводить с внучкой, да, с внуками своими. Времени больше, чем мама, при условии, что мама находится рядом. При условии, что ребенок, в общем-то, грудной. То есть, ну, в четыре месяца ему. Вот. И уверенный в себе человек просто обозначит границу. И назначит время, установит время, когда с ребенком могут взаимодействовать другие люди. В остальные промежутки, мягко, но настойчиво будет ребенка забирать. Все. Абсолютно спокойно реагирую на сопротивление с этой стороны. Но у вас ситуация сложнее. С одной стороны, вам кажется, то есть, вы не уверены в этом, вы сомневаетесь, что это так. Связано это с тем, что вам неприятно. Вас это задевает. Это не просто соотнесение ситуации с вашими ценностями, а это именно реакция на некий внутренний конфликт, который у вас появляется. Это осложняет оценку ситуации, максимально объективную для вас, и порождает неуверенность. Ситуацию усугубляет еще и то, что, несмотря на вашу неуверенность, вы почему-то открыто об этом говорите своему мужу. То есть, вы не говорите мужу, что сомневаетесь в себе. Вы не говорите мужу о том, что что у вас есть противоречия определенные, например, то, что вы ну, к примеру, в чем-то неуверенны, чего-то боитесь и так далее. Вы говорите мужу о том, что его родители проводят слишком много времени с ребенком. Причем, что сами вы в это не верите. Сами вы в этом не уверены. И перекладывайте ответственность за вашу проблему на мужа. Хотя ребенок ваш, семья ваша. И как бы лично к вам претензии родители судя по всему не имеют родителей мужа. А значит речь идет о том, чтобы устанавливали границу собственного. Особенно если муж считает, что все в порядке. Вот. То есть здесь у вас имеет место быть конфликтом. И первое, что нужно сделать, это выбрать сторону. первая сторона конечно легче. Вы просто выбираете свою позицию, выбираете свой интерес и все. Вторая сторона сложнее. Здесь допускается, что у вас есть внутренние психологические проблемы. такие как неверность в себе, ревность. Ну, ревность чувства достаточно сложнее. Вообще-то, говоря, ревность не что иное, как жертва бытового языка. Потому что когда говорят ревность, подразумевают, что есть претензия к партнеру относительно того, что этот партнер больше в них внимания или как-то некорректно ведет себя с другими людьми, что наносит ущерб тому, кто ревнует. Но по факту ревность вот как таковая как самостоятельная эмоция тем более как чувства не существует. Это так сознательно объясняется. А по факту это страх это неуверенность в себе тревожность вот принцип и все. Поэтому здесь у вас то же самое тревожность неуверенность в себе страх с этим нужно разбираться решить вашу проблему чтобы вы могли адекватно максимально для вас ситуацию оценить и адекватно для вас в этой ситуации поступить. Но исходя из вашего текста невозможно сделать выбор вывод невозможно сделать вывод относительно того в какую сторону и как именно решать вашу проблему. Поэтому слишком мало информации небольшое количество данных предполагает что вы обратитесь к специалисту выбранному вами и продолжите консультироваться уже индивидуально. и вот тогда можно помочь вам действительно себе разобраться. То есть вы основы такие перекладываете ответственность на нас за решение своей проблемы. Помогите нам разобраться что это такое стресс или действительно мы не знаем живете вы вы строите отношения мы не знаем ваших родных ваших близких вашего мужа но когда вы говорите что меня воспринимают как просто тетю которая родила внучку хотя сносится при этом ко мне хорошо это вызывает некоторые противоречия и корни противоречия лежат в вас понимаете лично мне кажется что истина где-то посредине то есть у вас действительно есть собственная проблематика проблема неверности у себя страха и это проблема нужно решать не только в контексте поведения родителей вашего мужа но и в контексте хотя бы воспитания ребенка потому что мать все-таки гораздо лучше воспитывает ребенка когда она уверена в себе значит есть проблема вашей неуверенности в себе но есть и проблематика поведения родителей которые кстати говоря могут вести себя с вами так как вы им позволяете парадоксально но факт как вы позволяете вести себя людям так они себя и ведут и если вы позволили родителям так себя вести например предполагая что муж нам что-то должен сказать как-то себя повести ну это конечно несколько наивно почему-то есть еще и сравнение что типа вот есть мои родители которые проводят время с внучкой есть его родители которые тоже проводят время с внучкой нужно понимать что все люди разные и по-разному между этими людьми происходит взимодействие кому-то достаточно просто 10 минут провести с человеком а кому-то мало и час поэтому такой вот момент на этом все я надеюсь что помог вам желаю всего самого доброго и удачи до сих пор до сих пор